В эфире программа Дневной Разворот, студия Анна Лапшина и Светлана Занько. Всем здравствуйте. Ну, давай сразу представим нашего гостя Владимир Климов, главный федеральный инспектор по Кировской области аппарата полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Все верно? Президент Российской Федерации. Это уже чересчур. По Кировской области Владимир Климов. У нас несколько сегодня тем для беседы. И главная тема – это такие промежуточные итоги программы капитального ремонта многоквартирных домов в Кировской области. Дело в том, что 29 октября на прошлой неделе состоялось координационное совещание, которое вы, Владимир Владимирович, вели. И оно было таким, я бы сказала, всеобъемлющим и непростым. Потому что буквально каждый докладчик, который выступал, обозначал не только задачи, но и проблемы, которые сопровождали нас на протяжении этого года. Некоторые из них большие, тяжелые такие задачи перешли из прошлого года. И из позапрошлого даже. Да, мы считаем важным обязательно обозначить эти пункты. Я со своей стороны могу сказать, что я была на этом координационном совещании. И когда вы начинали это совещание, Владимир Владимирович, вы сразу сказали, что результатами проведения программы в нынешнем году вряд ли может кто-то удовлетвориться. Вы сразу обозначили проблему и сразу сказали, что в ладоши хлопать, аплодировать и поздравлять друг друга рано. И коллеги, которые присутствовали на этом координационном совещании, множество ведомств, которые участвуют и в проведении программы, и в контроле этой программы и со стороны ведомств, и со стороны общественных организаций, тоже это отмечали. Давайте и мы тоже сейчас об этом скажем. Ну вот можно я прямо сразу же затравочку такую дам? Как сообщили по итогам совещания все СМИ, фактически, в том числе и мы, планы по капремонту на этот год выполнены на 30%, на 32%, если более точно. Пока. Ну то есть работы еще ведутся на некоторых объектах. Я знаю, что есть работы, которые делаются загодя, то есть это те дома, которые будут в программе на следующий год. Но тем не менее из 800 почти домов, которые в этом году должны были отремонтировать по программе капремонта, отремонтировано, по-моему, 250 на настоящий момент. Примерно так, да. Примерно. Вообще, очень большая проблема, я бы сказал, связана вот с чем. Слаба пока что работа исполнительной власти, министерства, строительства, не побоюсь сказать, курирующего заместителя, председателя правительства, тот, кто ведет эти темы, строительство, ЖКХ, там еще какие-то. И мы начинаем отставать. То есть мы сначала вроде бы хорошо область стартовала несколько лет назад, у нас пошла по сравнению с другими регионами ПФО и Российской Федерации неплохая собираемость взносов, донесение до населения, зачем это надо. А вот потом дальше наступил провал, потому что нужно было создать систему работы, отбор подрядчиков, которые будут эти деньги превращать в удобство для жителей. Ведь самое главное в чем? Это деньги жильцов. Это наши с вами деньги. И надо, чтобы те, от кого зависит, это сразу же понимали. Вот есть бюджетные деньги, есть народные деньги, а есть, скажем, коммерческие проекты. Это разные вещи. И люди очень болезненно и чувствительно относятся, когда плохо, неправильно, не побоюсь этого слова, осваиваются народные деньги. И вот у нас именно это происходит. Мы, а, отстаем, начинаем разбираться, почему на фоне хорошей собираемости. А изначально, значит, не налажена ситуация с проектированием всех вот этих работ, оказываемых услуг. Техническое задание. Да, технические задания неправильно формируются. И, соответственно, потом строители-то получают документацию, которую надо исполнять, которая не вполне соответствует тому, что есть на самом деле с домом. Да, в том числе и это. И это болезнь, которая не только по капремонту. Это болезнь с исполнением любых федеральных программ, с переселением из ветхого аварийного жилья и так далее, и так далее. Со строительством жилья для детей и сирот. То есть вообще большая проблема. Потом те, кто эти деньги начинают превращать в услуги. Отрядчики. Да, мы также несколько лет назад еще предлагали о том, чтобы сделать грамотный фильтр. По отбору. Да, для того, чтобы приходили работать те, кто и выполнит качественно, и не сбежит потом никуда. Кто будет гарантийные услуги оказывать. Да, можно я сразу уточню. А вот подрядчики, которых находят на работы по капремонту, они отбираются по такому же принципу, как любое исполнение госзаказа. То есть кто предложит сделать за меньшие деньги, тот и будет делать. В том числе да. Но если этим просто прикрываться, что мы разводим вот так руками, мы ничего не можем сделать, мы не можем повлиять. Но вот это и приводит потом к этому хаосу. И все равно регион вынужден искать подходы, пути для того, чтобы систематизировать и нормализовать это все. Жаль только, что мы тратим на это много времени и набиваем на этом шишки. И еще и противопоставляем против себя тех, кто эти деньги платит. Жильцов. Конечно. Тут еще с жильцами есть проблемы, которые мы разбирали с представителями фонда капремонта, в том числе в нашей студии. Учитывая, что не все уверены в качестве работ, выполняемых подрядчиками, далеко не все жители готовы пустить этих подрядчиков в свои квартиры и на общедомовые территории какие-то. Потому что потом, после них, возможно, все придется переделывать и восстанавливать. Условно меняют стояк, неважно, это батарея или трубы, например, водоснабжения. После этого должна заделать либо управляющая компания, либо обслуживающая организация. Если у кого-то там дома дорогой ремонт, они говорят, не, ребят, извините, мы не верим, что вы сделаете хорошо, поэтому до свидания. Мы вас к себе не пустим. Работа тормозится, а иногда вообще останавливается. Ну, есть и такая проблема. Но я бы не сказал, что эта проблема самая главная и ключевая. Как ее пытается сегодня Министерство строительства представить. Ну и фонд капремонта тоже жалуется на это. Вот фактически, хотя она есть, но ведь здесь тоже надо работать. Нужно определить порядок, условия, допуска. И главное, как реагировать потом на это. А реакция может быть простой. Берите самоуправление, то есть раз у вас совет дома, управляющая компания, там еще какие-то другие формы, может быть, непосредственное управление, ТСЖ. И есть несколько квартир, кто не хочет пускать, но придется собирать собрания и объяснять людям, что вот благодаря жильцам А, Б, В и Г сроки ремонта нашего дома, которого мы с вами добивались, переносятся на несколько лет. Понимаете, то есть, ну, это опять же частность из частности. То есть надо работать. Надо уметь работать с людьми. Конечно. И я вот еще прошу прощения. Ведь любой из нас с вами, в том числе вот и вы, не пойдете покупать куда-то и абы что. Правильно? Помидоры мы купим там, где они нам больше нравятся. И по стоимости, и по качеству. Мясо так же точно. И здесь-то ведь люди этого же самого хотят. Конечно. Ведь ничего нового. Вот, кстати говоря, что касается информационной работы и работы с жильцами, на мой взгляд, дельное предложение внес заместитель Владимира Васильевича Быкова в УЗС, да, вице-спикер УЗС Роман Титов. Он привел в пример опыт Москвы, где почему-то нашли очень простой и понятный способ работы с управляющими компаниями и жильцами. Там везде, в каждом дворе, вывешивается в каждом доме информационный стенд, где очень подробно информируется о порядке проведения работ по капремонту. Первое. Во-вторых, в каждом подъезде есть почтовый ящик для обращения в этом конкретном доме. То есть жильцы чем-то недовольны, у них какой-то, может быть, вопрос, сомнение. Они прямо в этот почтовый ящик складывают вот эти свои пожелания. И, кроме того, конечно, он тоже акцентировал внимание на том, о чем говорите вы сейчас. Это на последствия этого капремонта. Я сейчас не говорю про саму техническую часть проведения капремонта и много нестыковок, которые там в связи с тех заданием неверным возникают. Но и уборка после проведенных работ по капремонту тоже вызывает очень большие нарекания. Тем не менее, Титов отметил, что мы все-таки с 2017 к 2018 году передвинулись 47-е на 29-е место по итогам работы по программе капремонта. Правильно я запомнила? Это прозвучало, но, может быть, это и так. Вот не комментирую по тому, что мне не верится. Хотя, может быть, действительно только 28 регионов лучше нас. Нет, но я допускаю, что, может быть, просто замерялись по каким-то показателям, не всем, о которых мы сейчас говорим. То есть, может быть, учитывалась собираемость взносов, а мы по этому показателю на одном из первых мест в стране, потому что у нас, по-моему, около 90% собираемость. Может быть, еще на чем-то, еще на чем-то. Рейтинг надо смотреть просто как составлялся. Да, ты совершенно верно отметила. Это был главный критерий по собираемости денежных средств. Но вот Владимир Владимирович отмечает тоже очень важную вещь. Люди начали деньги сдавать, люди собирают, проходят. Вот с 2014 года у нас идет эта программа, 2018 год, а у нас по-прежнему очень тяжелые и серьезные заболевания в этой сфере. Ремонтируют не то, что нужно, ремонтируют не в комплексе, там ремонтируют крышу, при этом сыплется фасад. И самое-то тоже важное здесь, что отметили участники этого совещания, это квалификация. Квалификация и тех людей, которые составляют технические задания, и тех людей, которые выполняют ремонтные работы. И получается квалификация, собственно говоря, чиновников, которые это все возглавляют. И вы тут отметили, Владимир Владимирович, на совещании, что вот этот субъективный фактор, фактор человеческий, выходит у нас на первый план. Как можно решить эту задачу? Только системно, пошагово, вот по чуть-чуть, но вперед, вперед, вперед. То есть видим проблему, нашли пути решения, исправили, переходим к следующей. А когда это системно делается, тем более, более нужны, может быть, и тесные отношения с саморегулирующими организациями, со строительными, с их объединениями, для того, чтобы больше доверия было друг к другу, для того, чтобы их втянуть в эту орбиту, чтобы меньше было вот этой шушеры и шелухи, которая выигрывает там тендеры и прочее, а за ними никого и ничего нет. То есть вот это все скрупулезно нужно кому-то делать. Прервемся сейчас на полминуты и разберемся, как же этих кому-то можно найти. Ну и обязательно нам нужно будет все-таки озвучить с вами цифры. Итоги программы капремонта в 2018 году, может быть, в сравнении с предыдущими годами. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии Анна Лапшина и Светлана Занько. И наш гость, главный федеральный инспектор по Кировской области аппарата, полномочный представитель президента Российской Федерации в Привозском федеральном округе Владимир Климов. Итак, мы отметили, что, к сожалению, проблема неграмотного составления технической документации и некачественного проведения ремонтных работ по программе капремонта в нашей области не просто существует, а она из года в год переходит. Вы это тоже, Владимир Владимирович, отмечали, что эти хвосты еще с 2015 и 2016 годов мы тащим все из 17-го. Но я бы, знаете, хотел сказать, не только эти проблемы, которые мы обозначили. Все-таки есть ведь и положительные моменты, на которые реагирует власть и фонд капремонта. То есть, например, в ходе этих двух-трех лет стало ясно, например, что нужен комплексный подход к ремонту того или иного многоквартирного дома, а не так, как было первоначально. В 2018 году, скажем, сделают фасад и фундамент, а внутридомовые какие-то работы сделают через три года. Это неправильно. И для этого еще там чего-нибудь с фасадом поделают где-нибудь, да, и его придется заново переделывать. Заходить один раз и делать. Да, это раздвинет сроки, это увеличит стоимость. Но зато один сделали полностью, второй, третий, и вот так дом за домом. Иначе у нас получается латание дыр, как ямочный ремонт на дорогах. Да. Вот отчасти здесь пример у нас прямо недалеко от нашей студии находится. Как раз у жильцов дома должен был быть ремонт фасада в этом году. Карла Липнихта, по-моему, ну не помню дом по Карлу Липнихта, с той стороны правительства. Должен был быть ремонт фасада, а в доме течет крыша. И жители сказали, зачем вы будете ремонтировать нам фасад, и мы будем тратить на это деньги, если протекающая крыша все это испортит. Министр ЖКХ Кировской области, господин Редькин, сказал, что он коротко очень выступил, но еще, короче, его господин Кадыров выступил. Господин Кадыров сказал, что видим положительную динамику, в следующем году показатели будут лучше, он надеется так. И все, это все, что я услышала на координационном совещании от него. Министр ЖКХ Редькин сказал, что мы переписываем программу для комплексного ремонта. Вот как раз то, о чем вы, Владимир Владимирович, говорите. А есть ли у нас нормативная база для этого? Можем ли мы это сделать? Ну, она есть, но, может быть, не 100% охватывает, либо сказать, как более правильно, не 100% той нормативной базы, которая есть, способны урегулировать правильно все отношения в этой сфере. Нужно менять, нужно добавлять. И вот как раз сегодня этим и занимаются, и пытаются заниматься как на уровне федеральном, так и на уровне региональном. Вот очень хорошо, что вы подметили и сказали министра ЖКХ, потому что я в начале выступления говорил министр строительства. Имел в виду, тогда я называл все программы, которые по строительству так или иначе идут, и получилось, что я как бы все смешал. А все-таки ремонт, капитальный ремонт многоквартирных домов, он идет все-таки, это куратор министерства ЖКХ. Все правильно. И он, кстати говоря, отметил, что пытаются они сейчас синхронизировать разработку тех заданий ПСД с привлечением управляющих компаний для того именно, чтобы выявить все недостатки этого дома, которые существуют, а не просто поверхностно осматривая какой-то комиссии. И вот работа с управляющими компаниями тоже является одной из самых, не хочется говорить слово, провальных, но, наверное, оно подходит. Да, это провальная такая история в реализации программы, это привлечение и грамотная работа с управляющими компаниями во всех направлениях, начиная еще раз с технического осмотра дома и планирования работ, заканчивая работой как раз с жильцами, например, по тому же доступу. Слушайте, я очень крамольную мысль скажу. Может быть, ГФИ не имеет права так говорить. А где взять? Управляющие компании? Людей, где взять столько грамотных. Ведь мы с вами вот один большой котел, другого-то ведь нет. Но деваться-то некуда. Мы должны этих людей отобрать, научить, правильно расставить, создать систему. И так не только в этом, во многих других вопросах. Тема, которую мы обсуждаем сегодня, она новая, правильно? Ведь несколько лет назад этого не было. Поэтому мы хотим, не хотим, но мы в начале пути. Управляющая компания, руководство многоквартирными домами. Вообще вот до сих пор ведь граждане, многие еще не воспринимают это. Что мы, собственники, и мы управляем своим домом. Все ждут, что кто-то придет и сделает. Ну, пример хороший. Невозможно собрать общее собрание практически нигде. А идти-то некому. Хотя я вам скажу, вот дом, в котором я живу, в городе Кирове, у нас ТСЖ как-то очень... Вот дом 40 квартир, грамотно получилось. И мы избегаем всего остального. Вот действительно, жильцы сами все решают. Иногда приходится или приходилось даже для того, чтобы провести субботник по уборке снега, ходить по квартирам и поднимать людей на то, что это надо будет делать. И были методы и кнута, и пряника. И я в том числе участвовал. Ну, а что? Ну, у вас, наверное, председатель такой грамотный и, скажем так, не боящийся работы. Потому что есть ТСЖ, где такие председатели, а есть ТСЖ просто для проформы созданная. Там не очень понятно людям, как вообще работает вся эта система. Но ведь везет тому, кто везет. Все правильно. Но вот бывает, что и не везет. Я все-таки вас спросила бы озвучить цифры. Вы смотрите, я когда называла вот эту вот цифру в 250 домов, которые отремонтированы, вы сказали пока. 790 должно быть отремонтировано в этом году. Это по плану этого года. И еще есть долги прошлых лет. Если я не ошибаюсь, с прошлого года это 58 домов. Да. С 2016 года 13 и с 2015 года 6. Все правильно. Да, примерно так. Вот общие цифры. Чуть-чуть выросли по этому году. Уже скорректировались. Да. На 1 ноября 262 дома сделаны. Уже. Вы ошиблись всего лишь. Вернее, не ошиблись, а отстали всего лишь вот за эту недельку неполную. Ну, с момента совещания. С момента совещания. По итогам, по планам этого года, все-таки из 790 домов, сколько домов отремонтируют? Слушайте, я боюсь такой прогноз давать. И мне кажется, его вряд ли кто-то даст точный. Но то, что не будет сделано все, это надо признать, так будет. А работы сейчас еще на скольких объектах завершаются или ведутся? Порядок хотя бы цифры. Еще домов 200, 300, где-то так. Да, примерно так. Я хочу сказать, что вот совсем недавно область посещал с рабочим визитом полномочный представитель президента. Новый полномочный представитель. Да, Илья Ильич Комаров. И то совещание, которое он проводил с правительством области, где участвовали и федералы несколько человек, руководители федеральных структур в области, капремонт был одной из тем. И вот как раз Полпред именно вот это и говорил, что это деньги народные. Для нас это для всех должно быть как икона. И важно довести это до всех чиновников любого уровня. Это деньги народные, они неприкасаемые. Не с точки зрения, что их украсть или не украсть, а с точки зрения их использования. Рационального. Рационального, да. Чтобы они оказались выкинутыми. Да. Надо сказать, что на совещании присутствовала прокуратура, которая... Там был Александр Шишкин, который рассказывал о том, как велся... Ну, был и прокурор. Да, да. Надзор говорил о том, что в 14 районах области некачественные работы, по некоторым заведены уголовные дела. Он говорил, как одно из самых таких выпивающих нарушений, это включение в программу капремонта домов с износом более 80%. То есть они не в той программе. Их нельзя. Их сносить уже пора давно. Они есть. И вот еще на чем прокуратура сосредоточила свое внимание. Наверное, вот сейчас это подтверждает ваши слова, Владимир Владимирович. Они сказали, все, ребята, очень просто. Проблема вот какая. Остаток денежных средств на счетах фонда пока при ремонту растет. Люди деньги сдают. А ремонт не осуществляется. Или осуществляется с нарушениями. И поэтому, когда нам озвучили, что мы с 45 на 29, я поэтому скептически к этому отношусь. Ну, по собираемости-то, да? По собираемости, да? Хочу вам сказать, что порядка в использовании средств становится больше. Хотя бы вот почему. Не так давно деньги и все операции с ними перешли под надзор федерального казначейства. То есть сегодня деньги, которые собираются с жильцов, все находятся в федеральном казначействе. А раньше кто курировал? А раньше они лежали в коммерческом банке. Понятно. То есть фонд капремонта за них отвечал фактически, да? Сейчас он за них и отвечает. Но деньги-то в федеральном казначействе. Ни одна операция влево-вправо. И, естественно, я как ГФИ буду требовать, и у нас нормальное взаимоотношение с казначейством, чтобы этот контроль был только жестче и сильней. Не с точки зрения собаки на сене не сделать и другим не дать. А с точки зрения вот той рациональности, про которую вы говорите. Но это лишь один из инструментов. И он не самый главный. Правильно? Самый главный, мы уже говорили о них вначале. Люди. Люди. Человеческий ресурс. Ну да, кстати говоря, Олег Глазин, который представлял федеральное казначейство на координационном совещании, он отметил, что на счетах фонда на декабре 2017 года было 2 миллиарда 395 миллионов рублей остатка неосвоенных средств. 724 миллиона, почти 725 в 2017 году освоены с нарушением. Приняты либо некачественные работы, либо вообще работ по факту не было исполнено. Правда, всего на 100 тысяч. А деньги списали? Но подмахивали. Подмахивали эту историю. Правда? То есть, представляете? Да. 861 освоили, из них 724 не совсем правильно, скажем так. Там ведь не сказать, что их куда-то увели. Их освоили, но, например, сделали одни работы, рассчитались за другие. Неправильно оформили, там еще что-то. Ну, то есть, тут много-немогу. Я уж не говорю, что у жильцов, у большинства из них много вопросов вызывает расценки фонда капремонта, да, вот за какие-то работы, которые проводят, и это тоже большой вопрос. Потому что люди с каждым годом существования программы капремонта, люди все больше и больше разбираются, где можно посмотреть информацию об остатке средств, о выполненных работах, об их стоимости. Все это в открытом доступе сейчас. Люди разбираются, люди начинают задавать вопросы. А все это чревато тем, что люди перестанут платить в какой-то момент. А мы этого не хотим. И вот еще как бы одна, может быть, правильная мысль, не мысль. Мы говорим, почему в Кировской области такой низкий уровень доверия президенту, федеральному правительству, другим органам власти. Так ведь вот то, о чем мы говорим, это отражение того, что происходит в обществе. И если вот так это используется, так к этому относятся, и такой уровень недоверия к этой работе, так ведь это же автоматически переходит потом и... Я думаю, что в ближайшее время у вас, Владимир Владимирович, ждет для разбора еще одна очень серьезная проблема. По той же совершенно схеме сейчас реализуется история с изменением в мусорной теме. Мы тоже будем с 1 января платить очень немаленькие деньги, плюсом капремонту, да? А система-то, как вы на нее сейчас смотрите, вы видите, что она рабочая? Очень осторожно. Ну вот по моим ощущениям, хоть и уверяют нас эксперты, имеющие отношение к отрасли, так скажем, да, что все будет прекрасно и с 1 января все замечательно заработает, по моим ощущениям, не готовы вообще ничего. Потому что 1 января, по взмаху волшебной палочки, не возникнут прекрасные контейнерные площадки, на которых не будет мусора, не будет свалок. 1 января, мы все понимаем, это праздник, это выходной день. Никто в выходной день не выведет массированную бригаду на уборку территории и установку новых контейнерных площадок. Тем более, что там основания заливать, например, как предполагалось изначально, невозможно будет, потому что сугробы. А может, тогда не будем отмечать? 1 января, праздники пропустим, будем все работать. Отменим Новый год. Ну, очевидно, что эта проблема будет стоять. И здесь тоже, кстати говоря, мы не убираем со счетов тот самый пресловутый человеческий фактор, потому что, опять же, специалисты. Да, окей, мы будем говорить, что это новое направление, но, ребята, мы в эти полгода что видим? У нас закиданные мусоры в центре города и по его окраинам контейнерные площадки. Это безумная какая-то безответственность просто и невозможность решить проблему здесь на месте. Вот скажу, мы сегодня ездили... Это про доверие, все про доверие. Да, мы сегодня ездили на станцию Поздино. Туда заезжаешь по территории Кирово-Чапецкого района, а два многоквартирных дома находятся на территории Нововятского района города Кирова. То есть это Киров. Да, и проехать туда вообще крайне было сложно на двух внедорожниках, но люди были на приеме, я обещал, что приедем смотреть, как они там ужасно живут, и свалка по дороге. С нами был прокурор района. Увидел, сказал, будет разбираться. Ну что тут разбираться? Я несколько недель назад в Фейсбуке постила фотографию у музея Грина, мусорная площадка, там же находится один из корпусов Вятской гуманитарной гимназии. Там стоит 4 или 5 контейнеров, а за ними в рост контейнеров еще свалка. После наших звонков в разные инстанции ее убрали, сегодня она опять на месте. Ага, накопилась. Да, вот такая вот история. Боже, ну и вот это все-таки... Даже вот туда, где мы сегодня были, два этих дома, вокруг них много мусора. Это там, там больше нет домов. О, его что, ветром принесло? Нет, ну понятно, что все это выбросили либо жильцы, либо жильцы унесли туда, куда нужно, а потом действительно ветром разнесло. Так бывает. Да. Так бывает. Я так думаю, просто основная проблема, с которой вот столкнемся мы, это истекает как раз из неготовности с одной стороны и отсутствие доверия с другой стороны. Это отсутствие регулярных платежей, потому что, когда люди увидят безобразие на свалках, который не меняется совершенно на контейнерных площадках, люди не будут готовы платить. Я об этом и хотела сказать, что мы платим за капремонт и получаем вот такой результат, тут нам накидывают еще плату за мусор, и совершенно нет ни у кого оснований верить, что вдруг все изменится с 1 января. Нет, все-таки скажу вам, по капремонту движение вперед есть, пусть небольшое, но оно есть. И с вывозом твердых коммунальных отходов тоже постепенно порядок будет наведен. Задача власти сделать это в максимально сжатые сроки. Вот скажите, Владимир Владимирович, у нас сколько времени до перерыва? У нас перерыв вот буквально сейчас должен быть. Ну вот короткий тогда вопрос. Четыре года идет программа по капремонту, и мы видим, какие результаты сейчас мы имеем. Неудовлетворительные, вы сами об этом говорите. Сколько еще будет ждать правительство Российской Федерации? Сколько еще дадут времени ответственным чиновникам для того, чтобы эта система была отлажена? И будут ли применяться какие-то меры? Карательные? Не знаю, какие-то меры в связи с тем, что вот не работает как надо. Хочу верить в лучшее. Это мы все хотим. Но пока нет речи, не идет речь о том, что какие-то сроки ставятся конкретным регионам по решению вот этих задач в связи с выявленными недостатками и проблемами. Или нет этих сроков? Как долго мы будем идти к отладке? Ну, мне, наверное, сложно говорить про правительство Российской Федерации, поэтому я... Не хотелось бы об этом сейчас говорить. Ну, пока, я так понимаю, никаких жестких таких распоряжений нет, но система должна отлаживаться, работать и каким-то образом наверстываться все вот эти вот пропуски, отсроченные дома и прочее. Я просто не знаю, как это происходит. Может быть, они посмотрят на цифры казначейства и на результаты проверки прокуратуры и общественной, в том числе, палаты и скажут, так, что это у вас тут в Кировской области несколько лет вы такое делаете? Снять вот этого, вот этого, вот этого чиновника? Нет своих специалистов? Возьмите вот готовых. Ну, я, Светлана, думаю, что это не только проблема Кировской области. Во многих регионах наверняка ситуация такая же, а может быть, даже и хуже. Вот про регионы поговорим после короткого перерыва. Продолжается программа «Дневной разворот». Анна Лапшина, Светлана Занько в студии. И Владимир Климов, наш гость, главный федеральный инспектор по Кировской области, аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Владимир Владимирович, ну вот прошло координационное совещание. Еще раз, абсолютно открыто, под камеры, под запись журналистов. Были озвучены все проблемы в цифрах, фактах, в фамилиях, да, буквально. Дальше, куда уходит эта информация после координационного совещания? Ну, принимается протокольное решение. Понятно, что в нем есть пункты, которые рекомендовать, например, правительству Кировской области, там, конкретному министерству, там, сделать то-то, то-то и то-то. То есть, ведь главный федеральный инспектор приказать им не может. Рекомендовать может. Взаимодействие какое-либо наладить может. Уходит это все в том числе, значит, всем участникам совещания. Уходит в округ. И в округе, естественно, это на контроле. И у главного федерального инспектора на контроле. И мы потом отчитываемся периодически о выполнении тех решений, которые принимаются. Вы спросите, на каком месте в ПФО? Да, как мы смотрим все. Не на первом. Не на первом. Но не на последнем хотя бы? Не на последнем. То есть, мы середнячки. Ну, вы знаете, середнячки тоже бывают разные. Выше экватора, ниже экватора. Понятно. Да. Ну, вот, кстати говоря, раз мы с вами зацепили вот эти темы, которые касаются, вот и капремонт касается, и мусор касается жизни, там, прежде всего мы сейчас будем говорить о городе, потому что город Киров – это самая активная аудитория, которая нас слушает. Вот буквально на прошлой неделе состоялся первый Кировский урбанистический форум, где вопросы мусора не разбирались, вопросы капремонта не разбирались, но буквально каждый спикер, который приезжал к нам приглашенный, это были федеральные эксперты, и наши эксперты говорили о необходимости комплексных подходов к реализации программ и интеграции федеральных программ друг в друга. Недавно Мутко об этом же заявил, вот буквально на днях тоже спорное было такое заявление. И непонятное на самом деле до сих пор. Вот, скорее даже не спорное, а не совсем понятное. Не успевают люди осознать, что пришла какая-то программа. Федеральная, по благоустройству. Да, и выявляются новые какие-то шаги. Говорим, что одна программа должна стыковаться с другой программой. Но что бы там ни говорили по этим всем программам, очевиден один очень простой факт. Вот вы его визуализировали очень хорошо, Владимир Владимирович, там, да, что вот есть дом, нельзя просто залатать крышу и пускай там разрушается фундамент. Нельзя сделать фасад, а потом протекающая крыша его будет разрушать или, да, внутренняя инженерная конструкция разрушать. Нужно, чтобы дом был отремонтирован целиком. Но, собственно, все эксперты об этом тоже говорят. Необходимо брать не отдельно двор, а потом когда-то где-то там пристроится тротуар, а где-то, может быть, потом еще пристроится сквер, или будет переведена дорога, или потом капремонт. А нужно таким образом владеть всеми этими программами, чтобы территории городские осваивались вот сразу большими блоками. Я не знаю, как наверняка следите за всеми этими новостями, в том числе и урбанистическими, и, конечно, программа «Комфортная городская среда» и «Безопасные качества» на дороге тоже у вас под контролем. Вот ваш взгляд и как специалиста, и как просто горожанина, да, который в этом городе уже много-много лет живет и видит другие города, в том числе Приволжско. Да, да. Это было важное уточнение. Видит другие города Приволжского федерального округа, столицы нашего округа. Можем сравнивать. Сравнение грустное, оно не в пользу любимого города. Вот так сказал бы. А подводнее, пожалуйста. Я взял для себя и делал вот такое сравнение с Чебоксарами и с Саранском. Потому что сравнивать Киров, скажем, с Самарой, Нижним или Перми, или Уфой, а тем более Казанью, ну, согласитесь, да? Надо брать... Почему, например, я беру Чебоксары? Примерно такое же население, как у нас. Примерно такое же население в субъекте и примерно такой же бюджет. Если я не ошибаюсь, даже бюджет города Чебоксары несколько меньше, чем бюджет города Кирова. Но сравнивать нас... Вот я был там буквально две недели назад и очень долго общался с заместителем главы администрации города по благоустройству и ЖКХ. И задавал ему вопросы, он рассказывал. Приведу сравнение. Скажем так, в Чебоксарах на сегодняшний день приведено в нормативное состояние порядка 80% дворовых территорий. Ой, слушайте, это они, видимо, в последние годы успели. Мы с тобой были два года назад в Чебоксарах, ты помнишь, мы ездили, да, на Честевой? Они начали это делать. Даже в центре города были ужасные совершенно дорожки эти пешеходные, все были разбиты. Начали делать они это в 2011 году, я говорю про дворовые территории. Да-да-да. Потому что у нас с вами, наши дворы, это беда. Это правда. У нас точно не 80%. И он мне сказал цифру, которую я посчитал наглостью. Значит, начали программу по благоустройству дворовых территорий в 2011. И на следующий год они надеются приступить снова к части дворов, которые были сделаны в 2011 году. А, то есть они уже по второму кругу пошли, да? Он говорит, а на следующий год уже 8 лет пройдет. По второму кругу пошли. А можно будет сказать, что у нас есть дворы, которые 30 лет, и там никого и ничего не было. Мы их видим постоянно. Поэтому вот это сравнение не в нашу пользу. Я потом объясню, к чему я это все веду. Второе. Эти же Чебоксары, что меня очень удивило. Есть дороги четырехполосные в направлении. То есть это получается 4 в одну, 4 в другую, 8 полос. В нашем любимом городе есть такие дороги? Нет. Ну, если только номинально машины выстраиваются перед перекрестком. Хотя полосы там три. И поэтому, когда мы говорим про форум, и там звучало вот выделенные полосы. Круговое движение есть в Чебоксарах. Выделенные полосы, это, наверное, хорошо, когда четырехполосное движение в одном направлении. Одну полосу можно выделить. Правильно? И три останутся для простых автомобилей. Это правильно. Я не знаю, я не буду говорить, как это к нам. Но у нас, к сожалению... К чему все это вам рассказываю? Нам есть чему учиться. Очень правильно вами, как ведущими, говорится о том, что нужен комплексный подход. А не какие-то вырывания. Там что-то, тут что-то. И есть у кого учиться, есть с кого пример брать. Конечно, скептик, который со мной не согласен, скажет, ну, в Чебоксарах там палку воткни и вишню вырастет. А в Кирове даже помидоры зелеными на грунте не всегда доходят. Но тем не менее. Поэтому урбанистический форум – это здорово. То, что к нему пришли, и он у нас состоялся здорово. Главное – двигаться вперед. И опять человеческий фактор, специалисты и подходы. И вы называли две программы. Их же тоже можно и нужно совместить, делая безопасные и качественные дороги, если мы не будем делать тротуары, пешеходные переходы и так далее, и так далее. То, что подразумевается программой, в том числе формирование комфортной городской среды. Ну, как символ формирования комфортной городской среды мы видим открытие одного из торговых центров в центре города. Безумные пробки, которые комфортно не делают. Последняя мысль – как грустно, как сегодня в городе грязно. В Саранске чище, в Чебоксарах чище. Но вот на этой печальной ноте нам и сказать-то нечего, мы согласны. Должны сделать так, чтобы было не хуже, чем там, а в чем-то и лучше. Спасибо. Это был Владимир Климов. В гостях у нашей радиостанции дневной разворот завершен. Анна Лапшина и Святана Занько. Мы прощаемся.